Всем привет, меня зовут Илья и в сегодняшнем видео будет практика, практика игры, точнее практика прокачки умения играть на одной струне. Это не нолик, 001001, как можно подумать, а именно игры в соул. Также это можно назвать умным словом прокачка горизонтального мышления. Сам придумал, возможно это бред, но не точно. В первую очередь, конечно, это видео будет полезно бас-гитаристам, но гитаристы тоже могут что-то для себя найти. Так как обычно традиционно на басу четыре струны, то часто приходится играть не вертикально, как на гитаре, можно там в одной позиции больше нот взять, чем на басу, а двигаться по всему грифу горизонтально, снизу вверх и строить фразы на одной струне. В соло, в басовых соло это встречается очень часто. Я не так давно заливал видео, где играю соло из последнего альбома Скотта Хендерсона, фьюжного соло, которое мне давно-давно понравилось, и я его все хотел снять, но в итоге снял. В этом соло огромное количество фраз, которые строятся по одной струне, и крутых фраз фирменных. И дабы немножко в этом направлении продвинуться, я посидел и для себя как-то выписал, потренировался аппликатуры, различные варианты обыгрывания мажора и минора на одной струне. Как мне кажется, это будет полезно для музыкантов, для гитаристов, в первую очередь, и бас-гитаристов, потому что это прокачка техники. В тех упражнениях, в которых я сегодня покажу, будут и технические моменты. Это первая техника, второе видение грифа, и также расширит немножко, так скажем, словарный запас, варианты движения, варианты игры, так скажем, развяжет руки в некоторых моментах, в импровизации в первую очередь. Но не только в импровизации, также мелодии какие-то, когда не хватает вертикального вот этого диапазона на басу, можно двинуться вверх и как-то делать какие-то скачки и прикольные фразы на этом строить. Почти в любом крутом хайскильном басовом соло встречаются фразы в большом количестве с использованием одной только струны, когда фраза, мелодия выстраивается и играется исключительно на одной струне, со сменой позиции, с какими-то скачками позиций, которые сразу на сколько сыграть сложно. К примеру, я играл в последнем соло такую фразу, что раз. Здесь две струны, но основная часть фраза сыграна на одной струне и есть скачок. И таких фраз на бас-гитаре огромное количество, их нужно тренировать и примерно представлять, как они играются и знать эти аппликатуры на одной струне. Также часто можно встретить вот такие фразы, что-то типа такого. Когда мы добавляем еще вторую струну, но опять же на басу это очень мастхевная тема. Переходим к практике и первое, что следует в этом направлении сделать, это выучить аппликатуры мажора и минора на одной струне. Запомнить эти аппликатуры и потренировать под метроном в медленном темпе, запомнить расположение пальцев и позиции, которые здесь есть. А это надо держать в голове. Особенно важна позиция, потому что эти аппликатуры работают в любых тонализах, мы просто двигаем палец. Проще всего, самый простой вариант, мы начнем с до мажора, хотя на гитаре или на басу это без разницы, можно в любой тонализе начать, это не будет, в отличие от пианино, проще. Итак, до мажор. Первая позиция у нас, первые три ступени, до рэми, играется широкая аппликатура, которая хорошо работает именно в игре на первой струне, самое тонкое, потому что зачастую четвертое и пятое тяжеловато так играть будет. Ну, можно, но не всем будет легко, а некоторым просто лень будет так играть, поэтому проще всего играть на первой. Эта аппликатура, эта позиция очень хорошо подходит для первой струны. Значит, до рэми, далее полтона, та же позиция, переносим руку и получается фа, соль, ля. Вот такая вот. Дальше мы можем, например, сыграть сначала горизонтально, а потом подняться в позиции вот здесь. Получится такое упражнение. Советую это проделать не только в до мажоре, а в разных тонализах, например, рэ, к примеру, или ми. То же самое от рэ, аппликатура сохраняется. Еще есть один удобный, хороший вариант игры мажора на одной струне, это когда мы начинаем с седьмой ступени. В чем преимущество? В том, что у нас получается три позиции по три ноты одинаково. Если в первом варианте у нас было три ноты, три ноты и две ноты, не всегда удобно, например, в некоторых моментах, в некоторых соло, то здесь у нас три заполненные такие позиции. Начинаем от седьмой, у нас седьмая оси будет в до, соответственно, первая позиция у нас играется. Вторая И третья Вот такой вариант. Тоже иногда очень круто звучит. Дальше у нас идет минор. В миноре я покажу два варианта. Натуральный минор плюс дорийский минор. Потому что дорийский очень часто используется в джазе в южне чаще, чем натуральный намного. Поэтому именно если имеется в виду игра на одной струне, то, скорее всего, в миноре чаще это будет дорийский лад. Но начнем с натурального минора для того, чтобы было проще. И надо сначала начинать всегда, в любом случае, с самого несложного. А также до минор у нас будет, в до миноре у нас два знака, получается, ми бемоль, да, и ля бемоль. А, три знака, да. В до миноре три знака. Три знака, да. То есть до, потом ми бемоль, ля бемоль и си бемоль. Да, три знака, все правильно. Вот, здесь будет три знака. Но на гитаре это плевать, сколько знаков, всегда просто, всегда все круто. Вот, начинаем. Значит, тоже будут три позиции у нас. Первая позиция до ре ми бемоль. Традиционная для минора аппликатура. Далее. На тон двигаем. И ту же самую аппликатуру играем. И дальше седьмая, восьмая. Си и до. То есть получается вот такая вот штука. Ой, туплю. Традиционная для минора. Последнее упражнение покажу с Дорисским ладом, как обещал. Так как нельзя пройти мимо него в импровизационной музыке, в джазовой, в южиновской, которую никто не слушает. Дорисский лад, он важен. Без него никуда. Да, поэтому обязательно нельзя пройти мимо. Дорисский лад. То же самое, что натуральный минор, только с повышенной шестой ступенью. Соответственно, в до мажоре у нас, если мы повысим шестую ступень, получится место ноты какой-то у нас ля бемоль, у нас будет ля. Соответственно, да, мы должны в эту сетку, в эту схему подставить вместо ноты ля бемоль, ля. Вот и все, на полтона. На полтон повышенная, на полтон, это важно. Соответственно, как это все будет выглядеть? Первая позиция, как в миноре в натуральном, первая, вторая, третья ступени. Потом мы смещаем на тон руку, ставим указательный палец и играем, как в мажоре. Аппликатуру мажора от первой ступени. Вот так вот. Получается, как бы минор в мажоре. И дальше играем седьмую и первую опять ступени, но как в миноре. То есть, получается, три позиции. Первая, вторая, третья. Здесь, единственное, если нужно двигаться потом еще вертикально, то лучше сыграть вот таким образом, указательную последнюю позицию и, допустим, либо указательные безымянные, либо средние. Вот так вот. В итоге, конечно же, данные упражнения подойдут в первую очередь для тех, кто хочет углубиться в знание этой темы музыки, бас-гитары, в целом игры соло, знание аппликатуры и прочего. Построение фраз, импровизация. Не для всех это. Не всем это нужно. Не любому музыканту это необходимо знать. Многим это вообще не надо, которые просто играют простые партии и кайфуют от этого. Зачем им лезть куда-то? Но если человек хочет действительно немножко продвинуться в импровизации, чувствует какой-то тупик, не то что тупик, а куда-то уперся головой в потолок, и ему нужно что-то поиграть, какой-то новый кислород, новые какие-то идеи, то это очень неплохо будет для развития личности и музыкальности. Конечно, нельзя научить музыканта импровизировать, так как это больше жизненный опыт. Сколько человек слушает, сколько он знает фраз, что он слушает, как он это слушает, сколько он снимает. Чем больше снимает человек, тем больше, соответственно, у него фраз, тем лучше он импровизирует, очевидно. И, естественно, упражнения этому не помогут. Но есть такие моменты, которые упростят немножко путь, подскажут, какой-то хак сделают музыкально в этом направлении и ускорят процесс, дадут вдохновение или вообще просто сдвинутся с мертвой точки. И это инфа именно про это, про то, как немножко идти дальше, не застывать на месте, не останавливаться. Поэтому я надеюсь, это было полезно, приятно. Смотрите, ставьте лайк, комментируйте. До свидания.